Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот пишут, что Ефремов угодил в новый скандал. Казалось бы, куда уже больше, я имею ввиду, скандала, который связан с Ефремовым. Еще раз скажу, кто-то верит, что он там был, кто-то говорит, что его там не было, кто-то уже доказывает, что он не выходил с водительского места, кто-то говорит, что нужно верить официальной версии и так далее. Это уже не два лагеря, а 10 или 12. Тем не менее, вы все знаете, что Михаил Ефремов сделал политическое заявление, порассуждал о политике, о Путине, в том числе и о поправках, и о том, какое сейчас социобеспечение. Все, по его мнению, very well, как говорится. Хорошо. Хотя, если вы почитаете и посмотрите стихи Быкова, которые он читал, то, безусловно, до этой катастрофы вы поймете, что он был не оппозиционером. Нет, но такие стихотворения даже оппозиционеры у нас не читают. Вот такие у нас оппозиционеры. Поэтому Ефремов не хотя, не хотя, так скажем, сам стал, наверное, больше даже его стало слышно, чем каких-либо наших псевдо-оппозиционеров. Слова Михаила Ефремова, что он не оппозиционер, а клоун, и не имеет ничего против Владимира Путина, привели к волне критики в сети. Значит, некоторые блогеры считают, что актер отрекся от своих идеалов. Многие стали писать, да, не Че Гевара, и так далее. Значит, как только схватили за зад, тут же отрекся от всех своих стихотворений. Вот какой был смелый, а сейчас встал. Посмотри-ка, не против он, и так далее, и так далее, и так далее. Заявление Ефремова, сделанное накануне, произвело эффект бомбы в социальных сетях. Что он сказал? Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит, нас, людей искусства, деятелей кино? Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше. Три точки. Я артист, клоун, а не оппозиционер, заявил артист. Достаточно посмотреть одно стихотворение у него, оно называется с фамилией нашего президента, но там есть такое слово, которое обозначает окончание жизни, так скажем, да? Вот если послушать это стихотворение, можно понять, насколько разные полярные точки зрения до и после. То, что сейчас высказывает Ефремов. Что пишут? Как прижало, так я артист, я просто клоун, не позиционер. Бактерия ты, а не артист, пишут люди. Быстренько же ты слился, Ефремов. Вот что трезвость животворящая делает. Пишут люди в комментариях. Значит, некоторые решили, что Ефремов решил спасать тело, а не душу. Значит, есть и те, кто считают, что за раскаяние Ефремова назначат принудительное лечение вместо реального срока. Значит, все дело в том, что также Ефремов заявил, что президент Путин не просил его садиться за обле автомобиля, и он не считает себя оппозиционером. Вы знаете, ребят, что я хочу вам сказать. Безусловно, можно говорить, что это из-за каких-то стихотворений. Мы об этом с вами уже сто раз говорили. Можно говорить, что это он сел пьяный, это не важно, что случилось. Возможно, говорить, что его там машины дистанционно управляли или что-то. Но если комментировать вот это его выступление, которое передано, кстати, нужно сказать, через адвоката Эльмана Пашаева, через адвоката, нужно отметить одно, что все, кто пишет эти слова, не на его месте. Не на его месте. И неизвестно, окажись эти люди на его месте, как бы они поступили и что бы сказали. И не зная до конца, что происходит сейчас с человеком, не зная до конца, кто с ним работает, я имею в виду. Да, вы понимаете, что я имею в виду. Ни в коем случае, я считаю, нельзя судить и говорить. Есть хорошая фраза, отходи две недели в моих макосинах, прежде чем меня судить. Поэтому здесь, мне кажется, нужно сначала понять, что происходит. Через время, я думаю, мы это когда-то узнаем. И тогда судить Ефремова и говорить, что он переобулся или там еще что-то. Я не считаю, что он переобулся. Он делает заявление, исходя из того, что у него шесть детей. Шесть. И он понимает, что играя, и даже пусть сейчас, репутация, конечно, он понес страшной репутационной потери. Это ужасно все. И в первую очередь ужасно для семьи погибшего, для Сергея Захарова, погибшего в первую очередь. Человек лишился жизни высшей ценности. Высшей ценности. Богом дана жизнь. Все дело в том, что даже сейчас Ефремов будет играть какие-то там, не знаю, десятые роли, он все равно будет зарабатывать, кормить семью и так далее. Он понимает, как и все здравомыслящие люди, что в его возрасте сесть, это означает практически уже не выйти. Нет, по-разному можно сесть, но если по полной его прокатят, понимаете в чем дело? Поэтому лучше сделать такое заявление. Тем более идут голосования по поправкам. И я соглашусь с теми комментаторами, которые говорят, я не удивлюсь. Человек написал, да, у меня. Нет, если завтра я увижу рекламный ролик с Ефремовым голосование за Конституцию. И это не потому, что он переобулся, ребят. А потому, что он понимает, что дышать хочется и детей увидеть хочется. Вот такое мое мнение. Вы можете быть не согласны, безусловно, высказывайте своими мнениями в комментариях. Кто согласен, тоже высказывайте. С вами был Будда Гришна, ребят, подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.